Привет, меня зовут Хадзима Табата из Square Enix Business Division 2 И сейчас мы занимаемся разработкой Final Fantasy XV Наша команда всегда старается достичь вершины качества как в пререндеринге, так и в готовом продукте В этот раз с помощью Windows 10 и DirectX X12 от Microsoft и GeForce GTX от NVIDIA Мы приготовили демо, сочетающее технологии и искусство Мы хотим поделиться свежим билдом, который в дальнейшем будет развиваться во многих смыслах слова Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь самой свежей версией, которую мы для вас приготовили Большое спасибо Square Enix сделали Final Fantasy и она разошлась тиражом более 100 миллионов копий Сейчас вы увидите демонстрацию продукта, над которым ведется работа В видео вы видели DirectX X11, а сейчас я покажу те же сцены, но на DirectX X12 Субтитры создавал DimaTorzok Вы могли подумать, что это была видеозаставка Но нет, это внутриигровой DirectX X12 Я буду переключаться между ручным управлением и автоматическим Вы увидите надпись Пока что пусть будет на авто Вы увидите, как ведет себя освещение Вот, я нажал паузу, теперь могу осмотреться, изменить освещение И мы пойдем на следующую сцену Авто И теперь осмотрим сцену Немного меняю освещение Продолжаю двигать его И вот, все в тени Убираю Пойдем дальше Эту можно пропустить Я приближу, и мы посмотрим на кожу Самое удивительное, это плотность задействованных данных Каждая сцена содержит более 63 миллионов полигонов Это фактически в 12 раз больше, чем мог позволить DirectX 11 Только посмотрите на текстуры На какой уровень они вышли Посмотрите на волосы Каждая часть волосинки прорабатывали как отдельный полигон И как только этот полигон задействуется Он проходит через 50 разных шейдеров Чтобы мы получили такой уровень четкости Думаю, это отличный пример того, сколько люди стараются выжать максимума Из новых технологий Соединить огромное количество данных воедино Благодаря чему мы получаем непередаваемые ощущения Спасибо Square Enix за то, что позволили нам увидеть эту демонстрацию И за то, что они создали удивительное сочетание технологий и искусства Было очень интересно Спасибо им Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...